Виталий, приветствую тебя! Традиционно обсуждаем рынки, технику, фундамент, смотрим на рыночные возможности и делаем это, друзья, для того чтобы вам помочь ориентироваться лучше на финансовых рынках, потому что сейчас нужно обладать как можно большим багажом информации в тех условиях, которые есть. Рынки активные, динамичные, крайне волатильные, по некоторым инструментам и вовсе рекордные в плане интенсивности развития трендов. Я, на самом деле, из-за того, что очень подкосил меня, честно признаться, вот этот анти-бычий тренд, который мы видим по доллару. Я ожидал, что американская валюта все-таки сможет сохранить более-менее высокие позиции до заседания Федрезерва, который состоится уже 14 декабря. Ну, вот локально мы видим, что это не так, доллар под серьезным давлением, и я подсократил свою торговую активность буквально до нескольких инструментов. Вот у меня, по сути, остался индекс долларов, который я просто традиционно верю, потому что это долгосрочный фактор и, точнее, актив с ориентиром на долгосрочные перспективы. Еще я сейчас лежу за золотом и за рынком нефти, поэтому разберу сейчас эти инструменты. Если у тебя есть какие-то тоже, какое-то видение с учетом техники и фундаментального фона, можешь тоже при желании прокомментироваться эти активы. Давай так, демонстрация экрана. Так, начнем мы с индекса доллара, который… Так, видно сейчас, Италия, демонстрация? Да, видно. Отлично. Индекс доллара 104.66. Сегодня на повестке очень важный отчет. Non-farm barrels, не забывайте, друзья, первую пятницу месяца. Я считаю, что вот non-farm, потом следующий показатель по инфляции – это ноябрьские цифры и само заседание федерализированного 14 декабря. Вот три последних шанса, скажем так, у доллара все-таки развернуться и вернуться к более-менее высоким ценовым рубежам и значениям. Если после 14 декабря станет ясно, что не на чем доллару расти и доллар не собирается устанавливаться, я, соответственно, на будущее долгосрочно ориентированным покупателем на протяжении всего 2022 года, под конец года, скорее всего, развернусь по доллару и буду его также долгосрочно уже шортить. Сегодня отчет non-farm barrels. Если ориентироваться на то, какие цифры мы можем увидеть на основании релиза IDP, то, скорее всего, сегодня снова будут плохие цифры. И, по идее, на плохой статистике доллар может оказаться под еще большим давлением. Но я не поленился, посмотрел то, что мы видели по non-farm последние 3-4 отчета, и на самом деле фактически цифры очень сильно расходились с рыночными ожиданиями. Поэтому мы сегодня можем получить ровным счетом наоборот, например, более-менее хорошие цифры, которые способны потенциально вернуть на рынок покупателей доллара. Индекс американской валюты, еще раз повторюсь, в моем портфеле это долгосрочно ориентированная сделка. В принципе, индекс доллара – это актив, который нужно держать в портфеле. Смотреть на него, он с не такой уж высокой волатильностью, то есть в плане загрузки на него приходится совсем небольшая часть от депозита, но он является локомотивом для всех прочих финансовых активов. Мне интересно анализировать индекс доллара, потому что я прекрасно понимаю, что если есть представление о том, как себя может повести этот актив, то, в принципе, можно понять, как поведет себя рынок целым. Еще раз повторюсь, что по индексу доллара я сохраняю длинную позицию, но, опять же, не рекомендую кому-то сейчас прямо на текущих уровнях открывать новые сделки. Для этого есть и другие инструменты, о которых я сейчас хочу как раз дополнительно поговорить. Это золото. Сейчас котировки 1800 долларов за трость-консулы, то есть мы тестируем трехмесячные максимумы, золото растет, потому что ему позволяет это делать локальная слабость доллара, снижение доходности американских облигаций. И если, друзья, вы помните, Виталий, ты точно помнишь, периодически говоря о золоте, я говорю и делаю акцент на индекс рыночных настроений. Так вот, сейчас по индексу рыночных настроений прямо в моменте, друзья, перекос почти 80-20, то есть 80% трейдеров. Золото шортит. Как правило, когда на рынке такое позиционирование, то есть настолько прям толпа уверены, что рынок достиг своих максимумов и точно развернется, он ведет себя совершенно иначе и идет в обратную сторону. Я думаю, что сегодня до конца торговой сессии, после Non-Farm Perils, на фоне этих Non-Farm, мы можем увидеть еще один мощный импульсный рывок по золоту вверх, который может забросить актив в район 1820-1830 долларов за тройскую унцию. А моя цель максимума по золоту – это сопротивление 1850. Я думаю, что до заседания Федрезерва и до отчета по инфляции, то есть в перспективе следующей недели, туда вполне можем прийти. И что касается рынка нефти, на протяжении двух недель я смотрел за этим активом, хотелось очень сильно купить, признаться, потому что такая волатильность, если удастся поймать хорошую точку входа, то можно на потенциальном росте очень неплохо заработать за короткий промежуток времени. Вот уже два дня подряд наблюдаю за тем, как слишком уж большое количество факторов указывают на то, что черное золото может выйти на новый локальный максимум. Это смягчение ковидных ограничений в Китае. Тоже, опять же, надеюсь, что такая практика распространится на все большее количество регионов, которые сейчас действуют в условиях ограничений в Китае. Но, судя по всему, власти действительно решили пойти все-таки навстречу общественности из-за массовых протестов. Это запасы, которые вышли в среду по нефти. Существенное снижение до рекордного показателя. Точнее, снижение было рекордным с 2019 года. Это ОПЕК, который проведет встречу в это воскресенье дистанционно. И, на мой взгляд, при самом оптимистичном сценарии, опять же, это сценарий оптимистичный для покупателей, если страны ОПЕК решат дополнительно сократить объем нефтедобычи. Менее оптимистичный сценарий, но все равно позитивный для котировок нефти, если вообще не изменить ничего в плане договоренности, а просто оставить в силе прежнюю сделку. Я думаю, что этот сценарий более даже вероятен. Ну и, конечно же, в следующей неделе это эмбарго, который вступает в силу на поставку российской нефти морским путем и еще согласованный лимит цен на поставляемую российскую нефть. В конечном счете, на мой взгляд, это может привести к дефициту предложения. Пусть не сразу, но все-таки вот эта новость может в моменте стать фактором поддержки для цен на нефть. Я рекомендую рисковать, опять же, уже давал раннюю рекомендацию. Кто хочет дождаться, ну, может быть, более интересного уровня входа, то это уже после пробоя сопротивления 90 долларов за баррель. Те, кто считает, что на таком фоне нефть, скорее всего, вырастет уже с текущих значений, можно пробовать рисковать и покупать прямо сейчас тоже с целями в районе 95 и 100 долларов за баррель. Вот три актива. Индекс доллара долгосрочно, золото, которое сейчас пользуется слабостью американского доллара и рынок нефти с учетом той фундаментальной поддержки, которую я назвал. Виталий, слово тебе. Здравствуйте. Ну, давайте поговорим о рынке. В принципе, пройдусь по тем же инструментам, что и ты говорил. Покажу то, что я говорил в прошлый раз. Мы где-то две недельки назад общались. О чем я говорил? Я говорил о том, что я вижу коррекционно евро вниз, спекулятивно, и более среднесрочно его вижу вверх. Потому что было раньше много вопросов по евро-доллару, куда оно пойдет, так скажем, среднесрочно, к весне, что есть предпосылки достаточно хорошему росту. Также были там комментарии по поводу того, что я не указывал четких уровней, откуда мы пойдем, откуда покупать и так далее. Ну, смотрите, чтобы говорить о каких-то уровнях, о каких-то конкретных сигналах, нужно, чтобы на рынке в тот момент что-то сформировалось. Допустим, когда мы с тобой встречаемся в понедельник, вторник или сегодня в пятницу, конкретно сказать что-то по инструменту можно только в том случае, если есть наличие какого-то сигнала, да. Если на рынке, так скажем, сигнала нету, я говорю о каких-то предпосылках, или что рынок нарисует, да, то есть это должны все понимать. Допустим, кому интересно, я на этой неделе записывал достаточно хороший ролик по рынку криптовалюты, там биткоин, эфиры, золота, там и валюты по поводу конкретных торговых рекомендаций, да, там было на рынке сформировано лонг, биткоин, эфир, золото, серебро, рост доллара по некоторым валютам, шорт доллар-иена очень хороший, да, то есть было конкретно что-то. На текущий момент, допустим, если смотреть пятницу, здесь что мы имеем? Мы имеем тренды, да, то есть по золоту тренд, по евро-доллару, по индексу-доллару тренд, по S&P 500, у нас идут такие среднесрочные восходящие тренды по этим активам, да. И тот сантимент, о котором ты говорил, что 80% шортят этот тренд, то есть, ну, это, скажем, знакомая ситуация, но на текущий момент каких-то сильных предпосылок для того, чтобы шортить золото, его нет, да, аналогичны другие инструменты, тот же индекс доллара против тренда или евро-доллара. Есть некоторые предпосылки, допустим, сегодня я хотел бы поговорить о евро-долларе и S&P 500, о том, что есть дивергенции на этих инструментах, на дневном графике, но это, скажем, очень слабенький сигнал на то, чтобы работать в шорт по данному активу, да. Здесь, чтобы работать по евро или S&P 500 в шорт, нужно получить обратный сигнал, вот, и я раньше аналогично записывал обучающий видеоролик, такой краткий, 5 минут, как работать контртренд, чтобы появился сигнал, нужно получить мощный импульс вниз, который сигнализирует о возможном разбороте данного тренда, пока мы его не видим, да, здесь тренд, есть дивергенция, то есть, рискованно, я бы уже не покупал здесь по тренду, да, возможно работать, условно, рискованно через лимитку на пробой уровня 1.04.80, да, выставить селл-стоп со стоп-лоссом 50 пунктов, посмотреть, если рынок уйдет ниже, вот сегодня выйдут новости, возможно, эти новости будут триггером, и мы уйдем вниз, да, как вариант, рынок еще может прокатиться немножко наверх, и потом этот ложный пробой вот этого ключевого уровня, который мы практически в прошлый месяц два раза били, и в третий раз получится как бы такой ложный пробой, мы уйдем на коррекцию где-то в район 1.02, возможно, в район паритета 1.00. Вот такое у меня видение по евро, пока здесь, если технически смотреть, то все смотрится на покупку выше уровня, но я, скажем, предполагаю, что это, возможно, такая бычья ловушка, и мы уйдем вниз, но это, скажем, один момент, да, какого-то хорошего сигнала в шорт, пока его нету, если мы нарисуем импульс, то уже, возможно, там, на следующей неделе будет более ясная картинка. Что касается S&P 500, здесь аналогичная картина, у нас сильный тренд наверх, среднесрочный, имеется в виду за последние два месяца, долгосрочный тренд за последние, там, практически год, у нас нисходящий тренд. Мы сейчас, уже ранее я об этой трендовой говорил и другие ребята, что у нас идет трендовая линия сверху, и, возможно, мы от нее отобьемся, но это, скажем, предпосылки. То есть есть трендовая линия, есть у нас дивергенция на дневном графике, и, возможно, здесь будет разворот, но у нас нет ключевого фактора, это импульса вниз, то есть, который будет сигнализировать об этом. Поэтому здесь тоже рискованная линия на уровне 40-48, с расчетом на то, что будет ложный пробой, мы уйдем вниз. Вот как-то вот так. Но тоже почему на эту трендовую с текущих шортить я бы не стал, вот я проанализировал Dow Jones, да, вот если видно Dow Jones, такую трендовую пробил. DAX аналогично, вот у нас по DAX аналогичная трендовая, вот синенькая линия, такой нисходящий тренд аналогичный, как по S&P 500, мы его пробили и достаточно вверх ушли. Я помню, ранее анонсировал долгосрочные снижения, но нужно тоже адекватно рынок оценивать. Если идет слон трендовой линии, то это идет сигнал на обратное движение. Поэтому нужно адекватно следить за рынком. Поэтому что у меня? S&P 500 и Европа, выставить лимитки на ложный вынос ключевых уровней, да. По другим активам, в принципе, аналогичная картинка, но это такие самые два интересные на текущий момент. Индекс доллара аналогично. Здесь есть дивергенция, есть уровень 105.25 условно, и можно рассчитывать на ложные пробои данного уровня, на какую-то более глубокую коррекцию. Но пока все говорит о том, что здесь достаточно сильный тренд, и с текущих покупать, как и евро, нет смысла. Здесь может тренд даже очень сильно продолжиться. Что касается металла, золота, аналогично как евро-доллар, позапрошлый вторник мы с тобой обсуждали, я говорил, что золото, как и ты, в принципе, тоже назвал целью 1800, я говорил о них, возможно, мы идем выше, здесь тоже присутствует дивергенция, но пока очень сильный тренд, и пока я бы его не шортил. Те 80%, которые шортят, ну, понятно, так скажем, большинство любит против тренда. Ну и что касается нефти, так, я в девочку включу. Ну, по нефти у нас достаточно сильный тренд, вниз был на этой неделе ложный ключевой уровень поддержки, это минимум сентября, 82-40. Говорит о покупках, в принципе, рискованно, как ты отметил, я тоже за них, можно пробовать. По поводу вот этого эмбарго, ну, скажем, посмотрим, как оно пройдет, а по поводу цены, то, что примут, что Россия будет продавать там нефть по сколько там, 50-60 где-то в этой... По 60, да. Да, по 60. Но она и на сегодня по столько продает. То есть, если кто не в курсе, если кто смотрит на нефть, там марки Brent по 86, или там раньше было по 100, ну, там, несколько месяцев назад, то Россия продает на сегодня нефть с дисконтом, то есть ее нефть продается где-то в районе там 60-65. То есть там уже есть дискон. То, что сейчас это примут, это, скажем, как бы, ну, скажем, такая фельдкиная грамота. Только в том случае, если условно готовится какой-то... Это делается с той целью, что готовится какой-то энергетический кризис мировой, нефть там уйдет на 150-200-300. Как были, помнишь, заявления от крупных банков, да? Еще где-то весной-летом, что когда нефть траховалась там по 120, все-таки вот 150-300. Такое возможно, если что-то вот эти, скажем, бизнес-элиты хотят замутить такое, скажем, что-то страшненькое в этом мире. Смотря на последние несколько лет, скажем, мне кажется, все хуже и хуже. А дальше еще хуже будет. Я уже в прошлый раз анонсировал, что что-то они предлагают. Поэтому так это повлияет сильно на бюджет России. На текущий момент ну, будут продавать, потому что через какие-то каналы, поэтому там все будет нормально. Поэтому спекулятивно, я думаю, можно взять против этого тренда. Текущая цена у нас 86-60. Возможно, еще где-то там сейчас купить, где-то в районе там 85. Оно не должно спускаться снова к этому уровню, потому что вроде бы нарисовался такой небольшой импульс, он уже чуть-чуть отработал, посмотрим. Ну, очень рискованно. Ну и другие инструменты, в принципе, аналогичная картинка. Спасибо, Виталий, за точку зрения, за рекомендации. Ну что, следим. Еще раз напоминаю, что сегодня нонфармы, ждем всплеска волатильности, мощных движений. Всем контролируйте, я как совет, риски. Это обязательно, обязательно прям условие, потому что точно просто так на выходные рынок нас не опустит сегодня и, наверное, будет что-то прям совсем крутое под закрытие. Виталий, тебе тоже классного закрытия недели, хороших выходных и тогда увидимся, как мы с тобой обсуждали, ровно через неделю. Спасибо. Пока.